Ну что, мы готовы сегодня начинать. Я поняла, что помимо моей утренней рутины, помимо обычных вещей, которые я делаю с утра, очень круто ввести в утреннюю рутину прямые эфиры. Очень круто, потому что я вспомнила, как на карантине полтора года назад, когда я делала свой большой квантовый скачок, каждый день я ввела прямые эфиры. И вчера мы с вами уже начали говорить о том, что самое важное на самом деле это служить своей аудитории и это менять жизни людей. И я поняла, что вот такое мое отдавание, просто 30 дней прямых эфиров, это будет очень крутой, во-первых, для меня опыт, во-вторых, для вас и знакомство со мной, и понимание меня как эксперта, и понимание того, что вообще я делаю, и понимание того, что денежное мышление это не только там эзотерика и какие-то там непонятные вещи, а что это вполне себе конкретные вещи, интегративное сочетание всех наук, религий, психологии, психотерапии, нейрофизиологии и всего-всего-всего-всего, работы мозга, нейронных связей и вообще всех-всех-всех вещей. Если в двух словах сказать вообще, что такое денежное мышление, и опять же, да, моя любимая вещь, то, что вы алгоритм или вы алхимик, денежное мышление, если прям вот в двух словах сказать вообще, как получить все, что ты хочешь в этой жизни, вообще вот как получить вообще все, что ты хочешь. Нам нужно понять, что каждый из нас действует по программе, каждый из нас действует по схеме. То есть, например, у нас есть схема проснуться и пойти чистить зубы, у нас есть схема проснуться и пойти завтракать, и у нас есть схема, например, там, встретить мужчину и захотеть с ним заняться сексом. И если мы видим мужчину, мы понимаем, что мы хотим с ним заняться сексом, и даже наше представление о сексе, о том, какой должен быть секс, это тоже наша схема. И получается, что мы действуем, мы живем жизнь тотально из всяких разных схем. То есть, мы состоим из разных схем и нейронных связей событий и действий. И это и определяет нас, это и определяет наше поведение, это и определяет наш успех. Но в чем большая проблема и почему я начала глобально заниматься темой денежного мышления, почему я принесла это вообще в Россию, почему я начала про это громко говорить, и почему я поняла всю бесполезность разговоров о личном бренде, заработке и о способах заработка, потому что я поняла, что фундаментально это не решает проблему, потому что, да, фундаментально вы можете пойти там, сделать продажи в Инстаграме, потом выгореть, потом пойти на какой-то бизнес, потом поработать копирайтером, потом поработать визуализатором бренда, потом пойти работать астрологом, психологом, и все-все-все, что сейчас на… потом пойти работать коучем, и все-все-все вот эти важные модные профессии, на которые сейчас учат, вы можете, да, вы можете пойти, вы можете пойти заработать там какое-то количество денег, но это будет, как я называю, бизнес по залету. То есть бизнес по залету, когда вы вроде бы хотели делать то, что вы любите, а опять делаете какую-то херню, из которой вы выгораете, только ради денег. И вообще моя большая глобальная задача в этой жизни, чтобы люди не делали чего-то только ради денег. И вообще есть такая большая вещь, что мы все с вами принимаем решения из-за денег. То есть, например, вы никогда не думали, если вы хотите жить в домике в Италии, почему вы до сих пор этого не сделали? То есть почему вы до сих пор не живете в домике в Италии, если это ваша задача? И еще одна, потому что это схема. У нас есть такая схема с нашего детства, с нашего советского прошлого, о том, что, во-первых, мы недостойны, то есть нам прям с самого детства, мне, например, в школе говорили, вы недостойны, то есть нам прям с школьной скамьи прививают то, что мы недостойны. Нам со школьной скамьи прививают то, что мы должны сначала отучиться в школе, потом сходить в универ, потом там отработать на работе, в идеале еще получить магистра. И мы должны очень-очень-очень-очень много учиться, очень много всего понимать, чтобы, только чтобы вообще мочь что-то делать в этой жизни. То есть если я вам еще, если вам объясню эту схему, то схема какая? Схема такая, что тебе нужно очень, что ты сам по себе не подходишь, что чтобы проявиться в этом мире, тебе нужно очень-очень-очень много сначала учиться у других людей. Вот. И, соответственно, вот это тоже схема. И эта схема сидит в нашей голове. И эта схема мешает нам проявляться прямо сейчас. И эта схема мешает нам жить жизнь своей мечты прямо сейчас. И давайте сейчас порассуждаем, что такое жизнь мечты. Вот прям давайте порассуждаем, потому что недавно я прям словила тотальный, очень крутой инсайд, что такое жизнь мечты. Потому что когда я выпустила свою первую песню, я прям прожила эти эмоции, что такое жизнь мечты. Вот сейчас, пожалуйста, ребята, напишите в чатике, что такое для вас жизнь мечты. Это как вообще? Это как жизнь мечты? Что это для вас? У вас здесь у всех есть чатик. Пожалуйста, будьте активными, потому что если вы не будете со мной вместе работать, у вас не будет денег. Все очень-очень просто работает. Потому что послушать Александру Белякову, войти в состояние, это зашибись. Но нам нужно научиться рефлексировать по поводу себя. Нам нужно научиться понимать. В свободе без эго. Любить каждый момент своей жизни. А вот на материи прям, да, чат это здесь, чат это здесь. Жизнь мечты светится, тотальное счастье, жить в любви, в гармонии. Непонятно, то есть, ну, понимаете, непонятно. Делать то, что любить, жить здесь и сейчас. Жить здесь и сейчас согласна. Абстрактно, да, все абстрактно. Все абстрактно и непонятно. Каждый день праздник. А что такое праздник? Проживать свою жизнь. А что такое проживать жизнь? Жить в моменте. А что такое жить в моменте? Это как на материи? Дом на колесах. Вот дом на колесах, это уже больше как жизнь мечты. Спокойствие, быть счастливым. Не ждать отпуска, отпуск всегда. Семью и детей. Вот вопрос, хочу семью и детей. Опять же, а почему нету сейчас семьи и детей, если хочешь семью и детей? И я хочу вам рассказать свой инсайт по поводу жизни мечты. И я это проверила несколько раз, потому что первый раз я это проверила на карантине, второй раз я вот сейчас тотально вернулась в свой поток, в свое наслаждение, в свою идеальную жизнь, жизнь мечты. И я могу вам рассказать, что я поняла из этого. Я поняла, что жить жизнь мечты – это вспомнить, первое, это вспомнить все свои детские желания, все свои детские мечты, прям выписать их все на бумагу. Не ламбу вы хотели в детстве, вряд ли вы хотели ламбу. Вряд ли вы хотели там пить и звездочный отель или еще что-то. В детстве, может быть, вы хотели, мы с друзьями недавно обсуждали, хочу построить шалаш. Прикиньте, вот реально пойти в лес и реально с друзьями построить шалаш. В детстве я хотела петь. И вот вы прикиньте, можно реально пойти на студию и реально петь. И я когда пою, я действительно понимаю, что да, вот это жизнь мечты. И мы же все, вот мы все заставляем себя быть серьезными. И в этом основная и самая большая проблема, что мы себя все заставляем жить, жить такую жизнь серьезных людей. Я серьезный юрист, я серьезный, там, не знаю, преподаватель, я серьезный продюсер, я очень серьезный. Но на самом деле мы все дети, и мы все остаемся детьми, мы все остаемся наивными, уязвимыми, открытыми, совершенно-совершенно-совершенно такими вот детьми. И если вы посмотрите, и мы, вот я хотела петь певицей, стать певицей, я хотела стать актрисой, боюсь этой мечты. Но мы можем, что сделать? Я тоже хотела быть актрисой. Что я сделала? Почему? Когда я начала проживать жизнь своей мечты? Когда я поняла, что я могу все, я пошла на курсы актерского мастерства, я пошла на курсы вокала, я начала записывать свои песни. Причем вы сейчас скажете, конечно, ты же богатая, но, ребята, самый прикол, что я стала богатой благодаря этому. Потому что я была на карантине, да, год назад, полтора года назад, в 2020 году, и там я просто начала ходить на актерское мастерство. Хотя тогда стоило 3000 рублей занятие, для меня это было пипец, ну, это было прям много для меня. То есть 3000 рублей занятия для меня было реально очень много. И я ходила на актерское мастерство, я ходила на вокал, я ходила, танцевала, я занималась медитациями очень много. Потому что, опять же, а если я не помню свои детские мечты, а если я не знаю, как мне, а если я не понимаю, что мне нужно сделать, то вот здесь у нас включается детская позиция. Те, кто были на Бэмане, те понимают, что такое включается детская позиция. И в чем, давайте сейчас подумаем, в чем единственная проблема детской позиции. То есть детская позиция – это когда я не знаю, я не понимаю, я не умею, у меня не получается, я не могу, я недостаточно хорош, я не знаю. Вот самое главное – это вот я не знаю. Вот кто сейчас… А Бэмане, молчите, вы уже знаете. Вот, правильно, у ребенка нет денег. Понимаете, это единственная проблема вашего я не знаю, я не понимаю, у меня не получается, мне нужно еще поучиться, я еще недостаточно хорош. Мы просто находимся в позиции ребенка и ищем все себе покровителя, который станет нашим родителем. То есть на самом деле все, у кого нет денег, все просто взрослые дети. То есть вы как бы выросли, а ментально как бы остались на уровне «я хочу найти своего покровителя, который мне скажет, как правильно сделать». Потому что если мы вот правда себе… И это тоже схема, ребят. То есть вот это тоже схема, когда мы ищем, чтобы нам кто-то сказал, как правильно. Потому что эта схема еще с Советского Союза пошла. То есть пошла вот такая вот схема, что если… Что вам должны сказать, как правильно. Я даже помню, мне бабуля моя говорила, Саша, у вас такое сложное время сейчас, вам нужно самим искать себе университет, вам нужно самим искать квартиры, вам нужно самим искать работу. Вот то ли дело у нас было в Советском Союзе так замечательно. Закончил универ, тебя распределили, потом тебя распределили на работу, потом тебе дали определенную квартиру, потом тебя отправили в определенный санаторий, потом тебя отправили… Там тебе дали талон на еду в определенное место, тебе ничего не нужно решать, и это же просто зашибись. И мне бабуля все время в детстве так говорила, да, вопрос теперь, да, откуда у нас денежные блоки с вами у всех. То есть понимаете, как… И, ребят, и это буквально одно поколение до нас с вами. То есть буквально это вот-вот-вот-вот совсем было недавно, понимаете? То есть совсем недавно мышление всего, всей России, да, будем говорить так про Россию, потому что в Америке немножко по-другому, будем говорить про Россию, мы с вами русские люди. А у нас как было? То есть у нас было так, что ты, значит, вот отучился, тебя распределили, то есть все решали за нас. И получается, что люди были чисто алгоритмами. И сейчас наша с вами задача поменять свое мышление алгоритма, которое прививалось нашим родителям, нашим бабушкам, нашим дедушкам долго-долго-долго, много лет, много десятилетий. Им прививалось, что хорошо, когда решают за тебя, плохо, когда решаешь сам, потому что это страшно. То есть, понимаете, чтобы управлять огромными массами, как у нас устраивалась система, чтобы управлять массами, чтобы люди были алгоритмами, нужно их что сделать правильно? запугать. То есть нужно сказать, что бизнес делать очень страшно, нужно сказать, что проявляться очень страшно, нужно сказать, что, там, не знаю, давать людям советы без образования нельзя, только образование. Вы никогда не думали, а образование-то оно вообще откуда берется? Вот вы никогда не думали вообще, а что такое вообще образование, что такое вообще система образования в России? Это, да, это полный трэш, полный коррупционированный трэш, потому что у меня сейчас сестра учится в универе, и у нее есть прайс-лист каждого экзамена. То есть прайс-лист вообще любого экзамена, который ты хочешь сдать, вот просто есть, знаете, как в кафе, как в ресторане. Экономика 10 тысяч, там, сложная экономика 30 тысяч, и мы такие говорим, да, теперь преподавать может только тот, у кого есть образование. Seriously? Вы серьезно? И понимаете, и учусь в медицинском в Москве, у нас можно купить любой экзамен. Да, да, никто не удивлен. И понимаете, и у нас здесь идет дальше. Мы хейтим тех, у кого нет образования, мы говорим о том, что если ты не отучился, то ты там плохой, потому что это все установки с прошлого, да, которые навевались людям для того, чтобы люди были в страхе, а людьми в страхе очень легко управлять. Понимаете? То есть людьми в страхе, людьми, которые боятся, очень легко управлять. Поэтому, если вы сейчас в себе испытываете какой-то страх, если вы сейчас в себе испытываете какую-то неуверенность, если вы сейчас в себе испытываете какую-то вещь того, что вы недостаточно что-то, что вам нужно еще где-то отучиться, что вам нужно, да, водительские права тоже самое, водительские права тоже самое, я знаю, я получала, я получала права в России, я знаю, как это работает. И самый прикол, что если вот у вас есть сейчас какой-то такой из страхов, постоянно учиться, я недостаточно хорош, может, а вот у Светки-то все лучше, а у Светки-то все легче, а мне страшно, мне страшно, страшно, страшно. То есть если есть какой-то страх, то здесь большая история того, что это не ваш страх, это страх ваших родителей, которым навязало это общество, которым навязала эта государственная структура, которым навязал этот телевизор, которым навязал новость. Если вы посмотрите новости, то новости – это чисто машина по созданию страхов у людей. То есть новости – это чисто машина, которая создает страхи больше и больше и больше. Поэтому, если вы смотрите новости, задача новостей просто вас перевести в страх. Вот это самая главная задача новостей. Так, по этому блоку, кто скажет, кто расскажет, что вы поняли, напишите, пожалуйста, в чатике, и давайте я с кем-то поболтаю, у кого есть вопросы, запросы, так давайте прям хочется осознанных людей сегодня, не просто типа, ой, бля, не знаю, как заработать деньги. Давайте мы с вами уже теперь понимаем, да, что, ой, не знаю, как заработать деньги, это у нас детская позиция, поэтому мы с вами работаем из взрослой позиции, со мной, на моих мастер-майдах, на Абэмании. Я даю сейчас говорить нескольким людям, и вы можете просто включать микрофон, кто первый включит, вы будете со мной в прямом эфире. Привет. Алло. Привет. Да, привет. Привет. Так, я вроде нажала, да, первая, Настя? Да, привет, привет. Привет. Анастасия, привет. Да. В общем, мне очень это все отвлекается, и у меня такой вопрос, небольшой запрос. Ты знаешь, я знаю, что моя задача в этой жизни – работать с миллионами людей. И я сейчас вошла в это знание, ну, уже, скажем, год, да, иду к тому, чтобы стать прям, ну, то есть, проявиться, но мне так, я работаю в духовной сфере, но мне так страшно, что меня не поймут. То есть, ты знаешь, это такая ситуация, когда ты ушел глубоко в духовную сферу, объединил ее с материальной, у тебя уже такой взгляд, типа, который не понимают начинающие в осознанности. Вот это, как я сейчас это вижу. Это, смотри, нет никакого смысла осознанности, если ее кто-то не понимает. Угу. Согласна. Как только ты начинаешь говорить, о, я уже прочитала Кастанеду, я уже преисполнилась терминами, я уже знаю про реинкарнацию Вербера, и поэтому я с простыми смертными разговаривать уже, даже я язык уже их не понимаю. «Скажи привет своему эго». Да, я согласна. Я, понимаешь, я понимаю, что когда я думаю, что меня там кто-то не поймет или осудит, я думаю, что они хуже. Смотри, ты знаешь, что делаешь? Ты оправдываешь свое, то есть, смотри, например, да, ты оправдываешь свою непроявленность. То есть, ты слышишь себя проявляться, и твой мозг рационализирует, почему ты это не делаешь. То есть, твой мозг рационализирует, что я это не делаю, потому что эти простые смертные не поймут мои термины. Я уже слишком далеко ушла. Я только для бутиковых людей, которые очень осознанные, ля-ля-ля, и ты, по сути, начинаешь собирать вокруг себя таких же эгоцентричных чуваков, с которыми суперсложно работать. Да. Когда ко мне приходят просветленные эзотерики, это очень сложно, потому что пройти через тернии эго в этой ситуации, правда, очень сложно. Да, согласна, полностью согласна. И вот это именно тот страх, просто проявиться, просто, ну, как быть собой. Возьми себе челлендж, сделай 30 прямых эфиров, просто в своем телеграме, инстаграме, где угодно, где у тебя больше аудитории. Возьми себе челлендж, просто сделай 30 прямых эфиров. И что, хорошо, если тебя не поймут, сделай так, чтобы себя поняли. Потому что, почему я стала долларовым миллионером? Потому что я стала общаться с людьми очень много. И, а зачем, понимаешь, смотри, Настя, а зачем твои знания вообще нужны, если они не служат этому миру? Да, согласна. Зачем вообще они нужны, твои знания, если какой, ну, то есть, понимаешь, какой ты вообще проводник, если ты можешь Свете из Саратова объяснить, почему нет страхов, почему можно делать то, что она хочет. Потому что все, что пишет Кастанеда, все, что пишет Вербер, все, что пишут Великие Умы, это easy, simple, просто. Да. И если ты человек, который въебоны Кастанеды можешь объяснить двумя простыми человеческими словами, конкурентными нынешним годам, нынешнему, понимаешь, 2021 сейчас, не 78, и ты, то тогда какой вообще смысл? То тогда получается, что, понимаешь, то есть получается, что нет никакого смысла в твоих знаниях, что, пиздец, как грустно, потому что у тебя очень много знаний. И твоя сейчас задача быть максимально простой. Вот, понимаешь, методолог, методолог, потому что вот что ценится людьми? Людьми ценится, когда ты можешь там Кастанеду разложить простыми словами 2021 года. Все, ты самая лучшая. Я понимаю, да. Да, причем самое интересное, что это мое любимое, проводить прямые эфиры. Это мое любимое, доносить так, чтобы он, я сама тот человек, который все, просто вот, если что-то я не понимаю, я дойду до самого атома, я разложу это на атом. То же самое, то же самое. И просто это нужно, знаешь, как я одно время просто ходила в ЦУМ и пыталась там знакомиться с людьми. Мне было страшно идти в ЦУМ, но мне нужно было не просто пойти туда, но еще и познакомиться. И это вот то самое, когда ты боишься просто выйти и просто вот заявить о себе, сказать, я вот это все вам разложу, я это все знаю, я это все могу, я не боюсь с вами общаться, просто примите меня, вот я есть, и здравствуйте, если я вам там нужна, скажем, да. Да, просто импульс, просто, наверное. На самом деле здесь путь какая, даже ты не должна думать про массы, потому что ты должна думать про одного человека. Вот смотри, вот сейчас в данной ситуации я не помогаю тысячу человек, которые здесь сидят, я помогаю тебе одному, одному человеку. И на самом деле, когда у меня появился первый клиент на личную консультацию, и, ребята, вот напишите, если мы с Настей нашим диалогом вам сейчас чем-то помогли, вот напишите, если мы с Настей нашим диалогом что-то в вас раскопали, что-то вам подсветили, что-то вам подсказали, напишите, пожалуйста, очень. Понимаешь, Настя? Конечно, актуально. И смотри, что мы с тобой сделали. Я не думаю про массы. Вот что самое интересное, я никогда не думаю про массы, потому что для меня, ну, это, короче, тоже эго, думать, что, ох, бля, у меня там стадионы. Прикол узнать своих людей в лицо. Прикол узнать, что вот эта Лена, она была на Абэмане три раза, я ее знаю. Вот эта Настя, вот я тебя сейчас запомню, вот эта Настя, она там эзотерику продвигает простыми словами. Я тебя запомнила, там на Абэмане придешь, я тебя на мастер-майде такая, опачки, здравствуйте, знакомые лица. Понимаешь? Все. Да. Блин, классно. Спасибо большое. Я думаю, много кому тоже что-то подсветили. Это круто. Спасибо огромное. Спасибо большое. Блин, что-то хотела сказать, что-то хотела сказать. А, то же самое, кстати, у нас, ребят, общение с людьми. Если у вас есть такая история о том, что вот, не пойду, вот эти люди, они какие-то не такие, ой, они там не просветленные, ой. Короче, когда вы начинаете делить людей на тех или не тех, и потом вы говорите, ой, я лучше вообще буду один дома, я ни с кем лучше не буду общаться, потому что они не просветленные, потому что они не там, ну вы поняли, да, потому что они какие-то не такие, потому что вот я тут проживаю большую трансформацию, и вот я тут, у меня тут все, короче. Возможно, вы просто эго свое включили, и вы просто душите людей. Поэтому, когда люди от вас отваливаются, вы даже можете у них по-простому спросить, слушай, а почему ты перестал со мной общаться? И вам иногда люди скажут реально, слушай, Саш, ну ты, потому что действительно говоришь только о себе, ты рассказываешь только, какая ты крутая, ты, ну типа, ты все время думаешь только о себе и звонишь только, когда тебе надо. И тут прикол оказывается в том, что это не вы такой просветленный, а что вы такой херовый друг, который не замечает вообще чувств своих друзей, реальных. Понимаете? И вот здесь большая проблема. Так, кто еще? Я дала нескольким людям микрофон. Кто еще готов сказать? Скажите, пожалуйста. Кстати, вот, про не отождествлять себя с образами. Очень крутая штука, да, по поводу, как общаться со всеми людьми, с которыми вы только хотите общаться. Во-первых, понимать, что нет там кого-то великого, невеликого. Это все реально образы, и это все актерские штуки. Я сейчас готовлю медитации на отношения. Большой комплекс, прям большой, это будет и отношение с собой, и это будет отношение с людьми, и отношение с любимыми. И вот здесь большая история того, что попробуйте, вот я вам сегодня скажу интересную практику. Ольга, когда ты была в Москве, я от тебя отписалась, эго так перла от тебя, из тебя. Никогда не может проводник помочь избавиться от эго, если он сам не прожил, что такое эго. Поэтому если вам кто-то говорит, если человек, то есть, понимаете, это моя проработка жизни, балансировать с моим эго, потому что я балансирую материальное и духовное, понимаете, да, потому что я просто балансирую, короче. И никогда человек, проводник не может вам подсветить эго, что есть на самом деле основная фуета в нашей жизни, и мы никогда не можем избавиться на самом деле от эго. Мы можем просто осознавать его. И когда мы начнем осознавать его, вот тогда начнет быть намного проще. Когда мы фокус начнем переносить с себя, как раз вот Оля очень-то четко подсветила про эго, очень интересная вещь того, что попробуйте один день сделать интересную практику. Вот просто один день сделайте практику. Практика следующая. Целый день в любых диалогах, разговорах, самопрезентациях, сториз не используйте слово «я». «Я», «я», «моё», «моё мнение», «мне». Не используйте вообще это слово. То есть, так, сейчас погодите, я заблокирую сразу людей, которые делают рекламу в нашем чате, потому что здесь нельзя рекламировать, у нас здесь четкая среда, в которой люди общаются. Давайте хотя бы одно у вас будет, хотя бы один у вас будет чатик, в котором не будет миллиона этой тупой рекламы. Пожалуйста. Ради нас всех. Просто меня реально это тошнит. Так, вот. И попробуйте, пожалуйста, один день не говорить «я». Вот все, кто осознает, на самом деле, если вы уже осознаете, что у вас есть там какие-то моменты эго и все такое, попробуйте просто, даже если вы это уже осознаете, то это уже первый шаг к тому, что все зашибись. И следующее, попробуйте реально не говорить один день слово «я». Это изменит вашу жизнь. Я вам гарантирую, я вам обещаю, потому что это очень-очень-очень-очень сильная и классная практика. Так что кто это будет делать, напишите в чатике, пишите, делитесь, как вы вообще, что, как у вас прошел этот день без слова «я». Расскажите, очень интересная на самом деле практика. Теперь про зависимости. Очень большой, очень большой это пласт информации. Я думаю, что мы будем делать уже, может быть, там в следующих эфирах. У нас с вами целых 30 дней вместе. Так что про зависимость мы будем много говорить. И на самом деле вот эта вещь с зависимостью очень важная. И вообще понимать свои зависимости, понимать того, что через соединение, то есть что мы пытаемся компенсировать этой зависимостью, это тоже очень важная вещь. И что я хочу сказать по поводу зависимости, конечно, самая большая, самый большой пласт того, что поможет побороть зависимости, это соединение с собой, это тишина, это медитация, то есть это погружение в расслабленный мозг. Потому что, когда вы прям находитесь в своем беспокойном мозге, когда кто не понимает термин беспокойный мозг, пожалуйста, посмотрите на YouTube. И там есть видео как раз про беспокойный мозг. Так вот, про зависимость, что я хочу сказать, что очень сильно это меняется практиками. То есть это меняется, это вот прям осознанно. Первый шаг всегда, вообще первый шаг всегда, вы осознаете, что я... Вот сейчас очень важную вещь хочу сказать про эгоисты живут дольше, они делают все для себя. Выкачивать свое эго и знать свои границы и делать что-то для себя абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. То есть, когда вы... Во-первых, да, во-первых, зависимость – это потеря энергии. То есть, да, когда вы пьете алкоголь, вы берете энергию в кредит и потом отдаете ее плохим состоянием или там здоровьем. Опять же, когда вы пьете, вы... Когда вы курите, вы берете энергию в кредит и потом отдаете ее своим состоянием, энергетическим. То есть, по сути, все, кто не проявляются, все, у кого нет результата в деньгах, все, у кого нет результата... Ну, на самом деле, деньги самое большое, потому что это про проявленность. И если вы недостаточно считаете, что недостаточно у вас сейчас денег, то здесь, конечно, вопрос того, что просто свою энергию денег вы сливаете в алкоголь, вы сливаете в наркотики, в сигареты, в кальяны, в любые, на самом деле, зависимости. И здесь, опять же, это просто про схемы, которые у вас есть. То есть, у вас просто есть такая схема, что если мне становится плохо, то там, не знаю, или если мне становится грустно, или если мне становится там еще что-то, то я пойду выкурю сигаретку. Это наслаждение, потому что сладкая тоже зависимость. На самом деле, у нас у всех миллион зависимостей. Но реально, как вот глобально, один раз и навсегда избавиться от зависимостей, практиковать. Медитация, вот это все состояние, расслабленный мозг. То есть, понимаете, вы в расслабленном мозге, кофе то же самое, то же самое, вообще все то же самое. Понимаете? И получается, что вы всю свою энергию сливаете в кофе. Кстати, кофе, какао, зеленый чай, черный чай, мачо – одна и та же херня. И если вы говорите о том, что я не пью кофе, но пью, не пью кофе, но пью мачо, вообще никакой разницы, потому что все эти вещи вызывают в вас всплеск адреналина. Адреналин, особенно для женщин, у нас у женщин очень большой запас адреналина, потому что наши ресурсы организма настроены на то, чтобы мы смогли родить ребенка. И, соответственно, когда у нас очень много адреналина в организме, и мы его начинаем расходовать на вот эти вот адреналиновые вспышки, мы тратим адреналин, который у нас есть на рождение ребенка, и мы, конечно же, тратим вот этот вот адреналин на вот всякую херню. То есть и зеленый чай, черный чай, какао, шоколад, мачо, кофе – одна и та же херня, все, вообще все одно и то же, вообще все одно и то же. Я сразу, как стала медитировать, перестала пить чай. Я пью, например, гречишный чай, когда мне его привозят из России, и я пью травяной чай из феннель. Феннель – это фенхель. Почему я не крашу ногти? Я была на Бали сколько, два года назад, как раз когда начался весь мой духовный путь, когда начался мой путь осознанности, когда я, можно сказать, проснулась, и такая, бля, что за жизнь была, что за жесть. И когда я проснулась на Бали и поняла вообще, что происходит. И такая, ёб твою мать, так можно же все совсем по-другому сделать. И начала как раз делать дыхательные практики, начала делать медитации, начала делать очень много вот как раз всех практик, что я даю на Абэмане. И мне на Бали, просто у меня на самом деле я носила шелак. Это же тоже программа. То есть это тоже программа, это красить ногти. То есть есть такая программа, что женщина должна красить ногти. И я просто такая думаю, да с хера ли такая программа. И я такой думаю, ну я не буду красить ногти. Мне еще просто сказали в салоне, что у тебя очень сильно, у тебя очень сильно испортились ногти, и тебе нужно их, ну хотя бы там три месяца восстановить, потому что ногти типа не дышат, и я такая, о, ну сделай так, чтобы ногти дышали. Поэтому на самом деле вообще вот вы пытаетесь, почитайте, пожалуйста, чайку Джон Левенстон, книга о том, как чайка, которая каждый день училась летать, училась-училась летать, училась-училась, училась-училась, просто 30 дней оттачивала техники, и потом люди узнали об этой чайке, которая стала летать выше всех, больше всех, сильнее всех, и люди такие, обалдеть, чайка, так круто летает, и они, знаете, что начали делать? Чайка, а с какого камня ты стартовала? Чайка, а в какое время года ты летала? Чайка, а ты пила сок перед тем, как летать, или не пила сок перед тем, как надо летать? Чайка, а ты читала мантры перед тем, как летела, или не читала мантры перед тем, как летела? Блин, прикол, короче, понимаете, в том, что просто чайка каждый день летала, то есть, понимаете, каждый день чайка тренировалась, каждый день, и неважно, красит Александра Белякова ногти или нет, если вы снимете свои ногти, вы не станете Александрой Беляковой, потому что дело явно не в ногтях, поэтому совершенно похер, Крашу я ногти или не крашу, крашу я губы или не крашу. Я каждый день систематично, то есть смотрите, вы что делаете сейчас? Вы пытаетесь вычленить какую-то легкую херню, которая типа вас приблизит ко мне, но реально вещи, которые требуют усилий воли, которые требуют реальных изменений в своей жизни, которые требуют выхода из зоны комфорта, которые требуют ежедневной работы. И ежедневного изменения в своей жизни вы отметаете. То есть я вам говорю, ребята, нужно медитировать каждое утро. Вы говорите, ногти надо красить или нет? Да похуй на ногти. Говорю, как избавиться от всех зависимостей? Помедитируй 30 дней подряд каждое утро. Саша, а ногти надо красить? Саша, как избавиться от зависимости от курения? Максимум час, максимум 3 часа на свое состояние. То есть каждое утро я трачу 3 часа на свое состояние. Саша, а надо ногти красить? Ну, как сказать? Саша, а что есть? Если вы начнете есть так, как я, вы сдохнете. Потому что я шла к такому питанию, которым я сейчас есть, 5 лет. 5 лет, 5 лет. 5 лет я шла к такому питанию. С 15 лет я не ем нормальную еду. В понимании людей нормальную еду. С 15 лет. Как приобрести Сашину денежную медитацию? Вам нужно зарегистрироваться на курс по денежному мышлению. И примерно через, не знаю, дней 15-20 я открою продажи. Поэтому так. Блин, а с детьми как? Встают в 5-5.30, медитирую перед сном, но это другое. Да нет никакой разницы, медитируешь ты перед сном или когда ты проснулась. Но здесь очень важно всегда выбирать себя. Кстати, завтра в эфире поговорим про границы. 11-11 у меня, потому что границы – это очень важная вещь. Границы с детьми, то есть про выбирать себя всегда. Завтра будем говорить про эго, будем говорить про границы и про то, как всегда выбирать себя, но не быть эгоцентричным дебилом, который не умеет общаться с другими людьми. И вот это очень важная вещь. Саша, привет, спасибо за то, что ты делаешь. Как найти свою нишу? Медитировать 30 дней подряд, практиковать в себя, как это сказать, погружаться в себя и в свои желания научиться слышать себя. Поэтому в идеале пойти на обымание, потому что я вас там за руку проведу в эту практику. Так что завтра будет крутой прямой эфир. А, кстати, дети встают в 5 утра. Вот у меня завтра стоматолог в 7.40 утра. И походу, чтобы с вами хотя бы полчаса в прямом эфире поболтать, я буду вставать типа тоже в 5-6 утра, чтобы с вами пообщаться, потому что я взяла челлендж на то, чтобы выходить к вам в прямой эфир. Поэтому если я реально это хочу, то реально нужно вот это вот делать. И я это взяла за челлендж, и я это буду делать. Ребята, кто не был на курсе, покупайте. Я в этот раз хочу покупать полностью обучение. Спасибо огромное, спасибо огромное. Где предзапись на обымание? Скину вам ссылку, все расскажу. Очень хочу на обымание. Спасибо вам, мои хорошие. Будет круто, будет потрясающе. Нет, цена растет с каждым потоком. Цена будет расти с каждым потоком. Я думаю, в какой-то момент мы дойдем до 200 тысяч рублей, потом до 300 тысяч рублей. Поэтому цена растет, конечно же, с каждым потоком. Потому что расту я, растет мое обучение, все-все-все-все-все-все растет. Мне 26 лет, 15 ноября будет 27 лет. Почти большой. Что, будем чаши делать? Давайте маленькую медитацию на чаши. Ваша задача сейчас будет... Ваша задача будет это сесть. Ваша задача будет сесть. Вы меня слышите? Все хорошо, все классно? Вот. Ваша задача будет сесть, закрыть глаза. На эфиры, пожалуйста, мои, приходите с наушниками, чтобы у вас были наушники, чтобы вы могли меня слышать, чтобы я могла вас провести в состоянии, чтобы я могла вас расслабить, чтобы вы могли насладиться всем, что происходит. Если сегодня нет наушников, за наушниками бежать не нужно сейчас. Эфирный вес золота просто любой. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Отмечайте, пожалуйста. Я буду вам очень благодарна, если вы будете отмечать эфир. Я просто реально японский какой-то этот сегодня. Если вы будете отмечать эфир, если вы будете говорить, что вам это нравится, если вы будете говорить, что это вам помогает, и чтобы нас становилось больше и больше, и больше, и больше, и больше людей в прямых эфирах здесь, потому что реально делюсь всем самым-самым ценным, всем самым сокровенным с вами, как всегда. Так, ну что, давайте, пожалуйста, закрывайте глаза. Сейчас буквально на 5-7 минут мы с вами погрузимся в состояние, и все мои рассказы, как медитировать, как правильно медитировать, как правильно погрузиться, не имеют никакого значения, потому что мне нужно, чтобы вы это пробовали, чтобы вы это проживали. Поэтому сейчас мы с вами будем это проживать, сейчас мы с вами будем это пробовать. Закрывайте, пожалуйста, глаза. У вас все получается правильно, у вас все получается как нужно, у вас все получается так, как вы сейчас готовы, поэтому сейчас закройте глаза, сконцентрируйтесь на себе, сконцентрируйтесь внутри, почувствуйте, как будто вы находитесь в тотальной невесомости, как будто вокруг вас вообще ничего нет сейчас, как будто бы нет прошлого, вы ничего не помните, вы не помните свое прошлое, его не существует, как будто бы нет будущего, ничего не будет больше, есть только момент сейчас, есть только настоящий момент, в котором вы находитесь прямо сейчас. И сейчас вы в этом настоящем моменте. А это значит, что не нужно сожалеть о прошлом, потому что его нет. Это значит, что не нужно беспокоиться о будущем, потому что вы уже пришли. Вы в том месте, где вы должны быть. Вы в том моменте, в котором вы должны находиться прямо сейчас. Вы там, где вы должны быть. Вам больше не нужно никуда бежать. Вам больше не нужно ничего достигать. Вы в том месте, где вы должны быть. , где вы должны быть. Вы в том месте, где вы бы должны быть. И в том или углу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо огромное всем, кто сделал эту практику вместе со мной. Спасибо огромное каждому, кто поймал это состояние. Спасибо огромное каждому, кто прочувствовал это состояние. Напишите, пожалуйста, как вам? Вижу, что всем очень сильно понравилось. Вижу, что вам зашло. Спасибо, я очень счастлива. Вижу, 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 что вам очень понравилось. Как всегда, ребята, как всегда, огромная любовь, огромная благодарность. Спасибо вам огромное. Буду рада, если вы будете отмечать Stories. Если давайте сердечко для Stories, как всегда, спокойное сердечко для Stories сегодня. У меня сердечко для сториз. Спасибо огромное каждому, кто был на сегодняшнем прямом эфире. У нас с вами челлендж 30 дней прямых эфиров, и мы будем пробовать разные, мы будем пробовать практики, мы будем пробовать медитации, мы будем разговаривать, мы будем разбирать. Пожалуйста, приходите, пожалуйста, будьте на прямых эфирах. Будет потрясающе. И я сегодня скину ссылку на регистрацию на Abamani, кто хочет уже зарегистрироваться, кто уже готов, кто понимает, что ему нравится, что ему откликается. Я очень счастлива, что вы есть у меня. Я благодарю вас за то, что я могу вам служить. Я благодарю за то, что вы воспринимаете то, что я говорю. Я благодарю за то, что вы готовы идти со мной в новые практики, в новые ощущения. И я благодарю за то, что вы понимаете, что вы уже готовы менять свою жизнь. А это значит, что она уже точно изменится. Куда мы направляем наше внимание, там мы получаем результат. Спасибо огромное. Спасибо за сегодняшний эфир. Я очень сильно вас люблю. Увидимся в директе, кто меня отмечает, кто пишет. Всем огромное спасибо. Все. Я вас люблю. Спасибо огромное. Проявляйтесь.